Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И как вы поняли из названия, сегодняшний ролик будет посвящен зачистке косметики. Кое-что я буду выбрасывать, кое-что я буду отдавать маме, свекрови, тете. Вот, и если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Первое, что покажу, это пластинка для стемпинга. Заказывала ее на Алиэкспресс, и, как оказалось, она очень плохая по качеству. Ни одна из картин, на которую вы здесь видите, практически не переводится. Она, в принципе, пластинка была очень-очень бюджетная. И недавно я заказала себе, так как учусь делать стемпинг, мне это сейчас интересно, заказала себе пластинку чуть дороже, две штучки. Вот те намного лучше. Рисунки красивые, четкие. Здесь, конечно, вообще качество ужасное. Поэтому я не вижу смысла, если рисунки не переводятся, я не вижу смысла держать эту вещь у себя. Вот, поэтому вот такого плана не советую вам заказывать. Лучше берите что-то подороже, но вы действительно будете знать, что качество намного лучше. Поэтому выбрасываю. Следующее, что покажу, покажу вам вот таких вот несколько миниатюрок-скрабов для лица компания Нитроджина. У меня вот их очень много собралось, и я думаю, что поделюсь. Нужно поделиться. Это вы, кстати, те скрабики, которые вы видите, это не все. Поэтому, думаю, нужно поделиться. Два пойдет маме, два свекрови и два тети. Вот. Дальше. Вот такие вот резиночки. Это копия Invisibubble из Fixed Price. Мне присылала Галина их. Здесь было четыре штучки. Как-то они меня особо не впечатлили. В общем-то, я не очень поняла эти резинки. Мне как-то проще, скажем так, по старинке обычными пользоваться. Поэтому вот эти две, они тронуты. Я сестричке отдам. Может быть, она их оценит. Может быть, ей они понравятся. Так, дальше что покажу. Была вот у меня такая тушь от Catrice. Показывала я в покупках, естественно, косметики Catrice. Очень была жидкая. Долго она у меня лежала. Но как-то особо она не загустела, скажем так, тушь. Такая, в принципе, обычная кисточка. Скажу так, девчонки. По качеству, ну, не знаю. Ни туда и ни сюда, скажем так. Потому что особо не прокрашивает. Особо не удлиняет. Ну, в общем, в принципе-то, эта тушь ничего не делает с моими ресницами. И у меня есть намного лучше туши, чем вот эта. Даже вот сейчас покажу вам еще бюджетнее тушь. Вот такая вот. От Reluie Белорусская косметика. Так вот эта тушь в разы лучше. Здесь, конечно, щеточка немножко другая. Чуть поинтереснее, скажем так. Вот. И она действительно, девчонки, вот эта тушь еще бюджетнее, чем Catrice. Но она работает лучше. Catrice на моих ресницах вообще никак не работает. Поэтому... Ну, она не засохла. Вот прошло, я не знаю, уже, может, месяца 4. Она и не загустела особо, и не засохла. Поэтому... Ну, мне такая тушь не нужна, которая не работает на моих ресничках. Поэтому я ее отдам, может быть, маме. Если ей понравится, то я буду только рада. Потому что, ну, не факт, что мне не нравится, и значит, она плохая, и никому не понравится. Так что вот я в прошлом видео тоже косметической зачистки рассказывала, то, что много средств, которые мне не подходят, мне не нравятся. Например, маме, тете, свекрови нравятся. И хорошо, что у меня есть кому отдавать. И они, в принципе, кое-что мне таким образом тоже отдают. Вот. Поэтому тушь пойдет маме. Следующее средство. Это сушка для ногтей. Так, а что за компания? Я вот не... А, вот, умная эмаль компания. Не понравилась мне эта сушка. Она идет с пипеткой. И, честно говоря, я не заметила. Вот такая вот пипеточка. Я не заметила то, что ногти сохнут. Вот просто это какое-то вот прям, скажем так, масло какое-то, которое даже не испаряется с моих ногтей. И я поняла, что был у меня уже опыт с такими вот именно сушками. И как-то меня они не впечатляли. И я думаю, что вот эта вот последняя сушка, больше такие покупать не буду. А это пойдет тете, потому что она очень любит маникюр. Вот. Поэтому все, что касается маникюра, всегда ей перепадает. Следующее, что покажу, лак от Кики. Я не знаю, передаст ли камера этот красивый цвет. Но действительно, я вот на него клюнула и приобрела. Но по факту, девчонки, на ногтях такой цвет у меня, по крайней мере, на моих ногтях не получается. И я не знаю, пробовала несколько раз. Но как-то не складывается у меня с этим лаком. Хотя не скажу, что качество плохое, нет. Вот именно просто на моих ногтях не выходит тот цвет, который в бутылочке. А я его, вот этот лак, покупала, конечно, именно из-за вот этого красивого цвета. Поэтому отдам тоже его тете. Может быть, она как-то с ним подружится. Я, к сожалению, не подружилась. Еще один лак тоже пойдет тете. Это Беллит Витекс. Серия Аморе. И у меня тон 80. Называется Ночное небо. 7,5 мл. Смотрите, какой красивый лак. Это действительно вот как Ночное небо. Тут название уже очень хорошо подобрали. Я им пару раз пользовалась, но девчонки решила отдать. Потому что тут, кстати, кисточка, в принципе, обычная, но довольно неплохая. Решила его отдать, потому что я черными лаками не пользуюсь. Но этот покупала через интернет. И как-то не поняла, что он не просто будет черный, а с такими вот красивыми вкраплениями. Покупала его для стемпинга, чтобы рисунки делать. Поэтому, как вы понимаете, такой лак не подходит для стемпинга. Мне действительно такой угольный черный нужен. Поэтому вот этот вот, я знаю, что он будет лежать. И вот на ногти я его наносить не буду. Поэтому лучше отдам тете. Может быть, она как-то найдет применение ему. Также что? Отдам тете вот такое вот украшение. Покупала его для фотосессий в Париже, когда мы были. И вообще в жизни я такие большие украшения не ношу. Это такая, знаете, одноразовая была покупка именно для фотосессий. Потому что у меня был такой сарафанчик простой. И мне хотелось какого-то такого украшения массивного. Вот. Но оно опять же тете пойдет. Следующее, что покажу, решили мы с мужем поделиться пробниками. Здесь пробники туалетных водичек. Вот. Последнее время покупала много люксовых продуктов. Постоянно вот эти вот пробники вкладывают. Я вот думаю, уже дали бы что-нибудь хорошее и полезное, а не одно и то же. Потому что вот, например, таких водичек мужских у меня, я не знаю. Может, штук 10 так точно уже собралось за все мои покупки. Так, дальше. Отдаю вот такую глину. Опять же, мне Галина присылала три пачки. У нас было две, по-моему, с ней два обмена посылками. Вот она мне присылала три пачки. Две себе я оставила. И одну решила, я поняла, что три пачки для меня уж слишком много. Поэтому одну отдам маме. Она вот маски очень любит. И вообще, честно говоря, я очень ленивая в плане вот таких вот масок. Мне проще открыть тюбик, нанести, потом смыть эту маску. Надеюсь, что все-таки двумя, которые я оставила, я буду пользоваться. Но этой маской решила поделиться с мамой. Потому что, ну, действительно, три это слишком много. Дальше, еще одной маской буду делиться с мамой. Это Freeman авокадо. 175 мл в объеме. Говорила, девчонки, недавно вам видео, что, ну, не нравится мне эта маска. Как вы видите, пользуюсь, активно пользуюсь. В Финляндии покупала. Здесь написано, что для нормальной кожи. Вот. В общем-то, она глиняная. Сейчас покажу вам цвет. Цвет у нее очень красивый. Такой вот цвет. Мне не нравится запах. Хотя в отзывах я читала, что прям все балдетут от него. Мне не нравится, девчонки, запах. Мне не нравится действие. Мне не нравится ощущение после этой маски. Вот. И я точно знаю, что я не буду ею пользоваться. Кстати, к слову говоря, у меня на данный момент есть еще несколько продуктов, которые, в принципе, мне тоже не особо нравятся. Но все-таки я кое-как ими пользуюсь. Но вот этим не хочу я пользоваться. Вот действительно. Поэтому маме отдам. Надеюсь, что ей понравится этот продукт. Следующее, что вот я не знаю, кстати, что делать со следующим продуктом. Это антиоксидантный увлажняющий тоник для лица. Планета органика. Здесь 200 мл. Я половину девчонки кое-как использовала. Но понимаю, что я себя настолько заставляю им пользоваться. И я не хочу. Не нравится, девчонки, мне даже не запах. Запах такой своеобразный. Но к запаху я, честно говоря, заметила то, что могу привыкнуть к некоторым запахам. К этому тоже я привыкла. Мне не нравится в этом тонике то, что после его использования я ощущаю на коже что-то лишнее, ненужное. Это не пленка, но такая какая-то сухость какая-то неприятная. И хотя при этом тоник не сушит кожу. Вот такое какое-то странное ощущение. И девчонки, этот тоник на ватном диске начинает пениться. И когда я начинаю ватным диском очищать лицо тоником, то получается, что действительно как бы пенка такая небольшая. И может быть мне такой попался тоник. Может быть все такие тоники. Не знаю, но для меня странно. Если тоник пенится, ну это действительно очень странно. Поэтому я не знаю, отдать кому-то, чтобы попробовали. Или все-таки не отдавать, а выбросить. Вот это такой спорный для меня на данный момент продукт, что я просто в растерянности. Дальше буду отдавать полоски для очищения пор. Не понравились мне эти полоски. И вообще те, которые у меня были, и сколько у меня их было, что-то мне не подходят полоски. Буду я, наверное, по старинке продолжать пользоваться скрабами, губками и так далее. А вот это вот больше покупать, наверное, не буду. Так, дальше покажу вам вот такой вот пакетик. Наверняка вы его уже заметили. Это я с тетей решила поделиться кое-чем. Вот такими вот губками, да, как вы знаете, нужно нанести лак. У меня несколько таких осталось. Несколько я использовала. И сейчас заказала новую пачку. Но пока новая пачка не пришла, решила с тетей поделиться несколькими штучками. И если ей понравится, я потом ей пару пачечек закажу и подарю. Дальше решила поделиться вот такими вот тоненькими полосочками, также для маникюра. У меня их очень много, штучек 10, наверное, было. И дело в том, что они расходуются крайне редко. Поэтому вот три новых, которые я ни разу не использовала, я тоже решила тете дать. Для французского маникюра трафареты тоже ей идут. Дальше вот такие вот наклеечки. Тоже вот у меня было, я покупала на Алиэкспресс. И вот они шли, по-моему, 10 или 15 штучек. Ну, как бы наборчиком таким. Мне столько много не нужно, но одинаковых. Поэтому, конечно, с тетей делюсь. Потом вот такие вот цветные. Еще одни цветные. Ну, если ей понравится, может быть, если что, сестре моей рукой сделает маникюр. Вот такой вот рисунок. Синенького цвета решила тоже ей отдать. Здесь была вот такая большая пластинка. Я разрезала кое-что себе, оставила кое-что ей. Здесь вот рыбки, цветочки. Дальше. Вот эти два, они мне не очень нравятся. Те предыдущие, которые я показала, нравятся. А вот эти не очень. Поэтому тоже как бы ей дам. Если ей они понравятся, то пускай сделает что-нибудь. Если нет, пускай выбросит. Попытка не пытка, скажем так. Так, и вот такой вот решила отдать, вернее, не отдать, а поделиться полоской. Сейчас покажу вам. Тоже она идет для маникюра. Поближе покажу, я думаю, вы поймете. Вот таким образом она выглядит. Можно разными способами использовать. Вот. И, скажем так, тот метраж, который у меня есть, он для меня на самом деле очень большой. Поэтому я опять же решила с тетей поделиться. Вот. Мне того метража, который у меня есть, хватит, ну честно, на несколько лет. Поэтому, что жадничать? Не нужно жадничать. И осталось несколько продуктов. Вот такую вот щеточку для бровей тоже тете отдам. Если ей понравится, то буду рада только. Дальше. Карандашик. Это Белор Дизайн. Линейка называется Подиум. У меня тон 114. Не понравилось. Это карандаш для губ. Не понравился он мне. Тем, что, во-первых, он суховат, а во-вторых, немножко цвет немой оказался. Вот. Вот таким вот образом, видите, как немножко крышится, что ли, карандашик. Но, опять же, я думаю, что, может быть, тете понравится. Ну, если ей понравится, подойдет, то я буду только рада. Но, как-то у меня с ним не очень срослось. Дальше. Карандашик вот этот буду выбрасывать. Он для бровей. С сайта Алиэкспресс. Здесь вот такая вот классная, девчонки, щетка. Очень классная. Мне понравилась. Со второй стороны вот такой вот карандашик. И он очень сильно рыжит. Я не знаю, на руке это будет вам видно. Вот. Он действительно рыжит. И он такой сложный в нанесении. Он, опять же, тоже суховатый. Поэтому стоил, конечно, 3 копейки. Но, я думаю, вряд ли кому-то понравится, подойдет карандаш для бровей, который рыжит. Поэтому его я, наверное, выброшу. И вот такую вот помадку тоже показывал вам в видео. Косметика с Алиэкспресс. Все-таки решила я ее отдать. Потому что у меня есть вот такая же помадка, только она лучше. Тоже с Алиэкспресс. Она как бы оставляет пигменты. Одна и вторая. Но у этой помадки такой какой-то странноватый, девчонки, запах резины, что ли. Но я ее заказала из-за такого интересного стика. Но все-таки я ощущаю запах этот. Поэтому мне не очень нравится. Но, может быть, запахом я кое-как еще бы смирилась. Но вот эта вот именно помадка, она не то чтобы скатывается, а полоска вот такая вот появляется. То есть со временем. И ее уже не наслоишь. Потому что вот эта полоса есть. И она в любом случае уже будет темнее, чем помадка. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот. Как она проявляется. Очень красиво на самом деле. Но вот из-за этой полоски, вот смотрите, как проявилась, я решила ее отдать. И вторую тоже покажу. Вот. Ну, я отдам своей сестренке. Вот. Пускай просто побалуются. Я думаю, ей интересно будет. Ну, а так вот уже всерьез, я думаю, не поносишь. Как вы видите, по пигменту они очень похожи. Поэтому, в принципе, мне две помадки одинаковых не нужно. Ну, хотя, скажу так. Если бы она не скатывалась, я бы себе две оставила и пользовалась. Потому что я обычно, если покупаю продукты, я люблю их доиспользовать. Вот. Поэтому вот такие вот красивые финиши получаются. Вот. Поэтому вот эту сестренке отдам. Пускай играю. Ну, вот, девочки. Все мое богатство. Кое-что я изначально просто, ну, кое-чем, как вы поняли, я решила поделиться просто. Например, вот этим. Кробничками. Миниатюрками также. Ну, вот. Новые глины, которые у меня много. Вот. Вот это решила подарить, потому что, ну, просто не ношу такие украшения. Ну, вот. А кое-что мне, конечно, вот это не нужно, потому что у меня много где кисточки есть. Вот. А кое-что мне не понравилось по качеству. Ну, этого намного-намного меньше. Так. Вот это по качеству понравилось. Просто что я по интернету заказывала, немножко с цветом прогадала. По сути, вот это вот все то, что мне не понравилось по качеству. И это то, с чем я хочу все-таки расстаться. Вот. Я считаю, что это не очень много. Вот. Но я решила все-таки показать вообще все в этом видео. И то, что отдаю, и то, что мне не понравилось. Вот. Девчонки, обязательно пишите, пожалуйста, под видео свои комментарии. Пишите то, что вам, какая косметика не подошла. Вот. Может быть, ваши отзывы кому-то помогут. Надеюсь, что вы приятно провели время при просмотре этого ролика. Если не подписаны, то, конечно, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok